Друзья, всех приветствую на канале ДНК, действительно народный канал в эфире. Сегодня с огромной радостью, рад просто сердечно приветствовать у нас в гостях уникального человека, друзья. Это Хасай Магомедович Алиев. Хасай Магомедович, добрый вечер. Добрый вечер, рад приветствовать вас. Киев, Москва, такой телемост сегодня, друзья. Если вдруг кто еще не знает, я напомню и расскажу. Хасай Магомедович, я для себя открыл этого уникального человека через его технику-ключ. Это такая психотехника саморегуляции. Хасай Магомедович и советский, и потом российский, и дегестанский ученый в области психологии, психотерапии, рефлексотерапии. Врач-психиатр, психолог, философ, очень разносторонняя такая разноплановая личность. Еще, что очень интересно, доктор Алиев является ведущим сотрудником научного центра авиационно-космической медицины, Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ. И много работал со спецназом, с военными, например, в очень сложных трагических точках, например, в Беслане. Вот, и Хасай Магомедович, хочу вас, во-первых, поприветствовать от нашей аудитории. И вы, в общем-то, всю свою профессиональную жизнь работаете со стрессом, с тем самым страшным таким зверем, который съедает человеческие, на самом деле, и жизни, и порой, и тела, и социальные тела. И вот в современной, вот прям в эти годы, два последних года, такое ощущение, что кто-то там где-то высоко-высоко прям за цель себе поставил утопить человечество в кортизоле, значит, в гармонии стресса. Причем в таком непрекращающемся дистрессе, когда новые, новые, новые порции пугалок, ужасов, страхов поступают из средств массовой информации. И вот спасательное такое, там прям спасательным кругом, такой волшебной палочкой, ну вот для меня на самом деле является техника ключ. Я умолкаю и хочу, чтобы вы рассказали нашей аудитории и о себе, и о технике, и о других уже ответвлениях целых таких, которые возникли на базе этой психотехники. Да, если уточнить некие такие вводные. Да, обязательно. Я бы хотел сказать, что я работал в Центре Авиационно-Космической Медицины, это было не вчера, это чуть раньше было. Вот, я уже в возрасте 70 лет, поэтому я нигде вроде бы как не работаю, но я веду свою программу, которая называется в интернете школа Хасаевилова «Человек будущего», ОМОФАКУРУДСКИ, и там участвует очень много людей из многих стран, из Украины очень много непосредственно, и мы там совместно создаем науку человечности, потому как я давно-давно задумался над тем, каким он будет, человек будущего, через тысячи лет допустим, ну, не имеется в виду там космолёты, какие там самолёты, а имеется в виду человек, именно какой будет. Останется ли он такой, как он сегодня, со своими проблемами, со своим свойством любить, творить, созидать, сопереживать, чувствовать бесценность живого, сотрудничать, или он будет ещё более развитий в этом направлении, и сохранит разум на планете, и мир сохранит, и разовьёт, и не будет больше войн и кризисов, потому что человек будет более совершенен, лучше будет понимать мироустройство, и легче вступать в контакты, созидательные контакты, да, и легче будет ориентироваться в неопределённости. Вот сегодня как раз-таки наступил момент этой турбуленции, когда всё меняется, все в неопределённости, неизвестно, что будет завтра, потому что всё меняется, на самом деле сейчас интернет настолько развивается, что уже человечество переходит в новую эру, эру, так сказать, в виртуальной реальности, наряду с обычной реальностью, и там появляются и новые возможности, новые качественные возможности, о которых сегодня даже трудно себе представить, потому что буквально завтра, послезавтра, даже в этом новом году, я вас всех поздравляю с наступившим Новым Годом. Спасибо за внимание очень. И я ожидаю, что в этом новом году будут какие-то неожиданные такие раскрытия возможностей этого интернета, несмотря на то, что, конечно, очень много всяких сил, так называемых злых сил, которые пытаются всегда вот эту неопределённость использовать, ну, чтобы пристроиться к этому делу, манипулировать, выторговывать свои выгоды, там, создавать какие-то преимущества. Ну, как говорится, борьба добра и зла всегда происходит в разных формах. Ну, мне кажется, как раз развитие интернета вот именно сейчас, в новом году, достигнет каких-то новых высот, качественных, которых никогда до этого на планете не было. И поэтому от нас только зависит сохранить мир на планете, от нас только зависит, потому что в условиях неопределённости, в точках бифуркации, как правило, когда происходит смена парадигмы эпохи, очень многое зависит от личности человека. То есть бывает такая личность вдруг появится, которая вдруг весь вектор где-то как-то и продиктует. Да, ну, там много причин всевозможных этому, много теорий, но я надеюсь, что Новый год нам принесёт, кроме новых проблем, ещё новые радости. И поэтому нам всем надо быть готовым, чтобы уметь открывать свои творческие качества в большей и большей мере. Вот я сейчас этим занимаюсь, и наука человечности – это, по существу, то, что мы вместе все там создаём в интернете, в школе «Человек будущего» Homo Futurus. По крайней мере, определяем понятие, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое счастье – это быть собой, а высшее счастье – это когда быть собой и в то же время вместе, и чтобы когда вместе не нарушало индивидуальности человека, не впрягало его, как в повозку, чтобы кто-то эксплуатировал кого-то, чтобы совместно. Ну, это какие-то такие вот мечты мои, но говорят, что все идеи, вообще-то, которые потом послужили развитию человечества, они поначалу были утопические. Я тоже оптимист, утопист, но я, кроме этого, могу гордиться тем, что я создал методы, которые работают. Абсолютно, да, работают. Да, а это говорит о том, что, к моим словам, можно и прислушаться. 100%. Удивительно, я вам скажу, что это даже еще больше восхищает, чем просто, скажем, хотя не просто, техника ключ. Но как здорово, что из прикладных вещей, да, вы, по сути, передвинулись на совсем эпохальные новые горизонты. То есть это горизонты, по сути, он о человеке. На самом деле, наш канал занимается исследованием, вот мы занимаемся исследовательской работой общества. То есть кто мы, что мы, в какой мы точке истории находимся, какие вызовы перед человечеством стоят. Это же безумно строить любой строй общественный, мечтать о каком-то там справедливости, о, в общем-то, неком-то идеальном устройстве общежития. Если при этом ничего не сделать с человеком. Потому что сам человек, вот как по вашим оценкам, все-таки развивается, есть это развитие человека, как антропологическое развитие? Или развивается только его костыли, ну я имею в виду технические средства? Я думаю так, что гений не зависит от современности. То есть по существу и Леонардо да Винчи был, несмотря на то, что он в сравнении с теми, кто был рядом с ним, был гораздо выше по своему, так сказать, развитию. Это было много лет назад. И Пушкин был много лет назад. Говорят, Пушкин изобрел все изобретения, которые только возможны. Очень был такой человек, гениальный. Ну вот, видимо, дело в том, что количество таких вот развитых людей, которые создают через себя свет эпохи, помогают, стимулируют развиваться времени, сейчас будет становиться больше статистически. Мне кажется. Потому что раньше все-таки время, чтобы из Москвы до Петербурга доехать, надо было там несколько месяцев ехать, там это все в реальном масштабе времени. А сейчас мы с вами кнопку нажали и уже общаемся. То есть такого же раньше не было. А это дает большие преимущества. И поэтому количество переходит в качество. То есть откроются такие возможности, когда на самом деле человек будет гуманизироваться в большей степени. Вообще-то по эпохам тоже видно, что сейчас не сжигают на костре за то, что парень влюбился в девушку. Раньше и такое же бывало, да? То есть в какой-то степени культура тоже развивается и становится более приближенной к человеческой, так сказать. Потому что я вот недавно Задорнова смотрел старые материалы. Там, оказывается, где-то тысячу лет назад славян, говорит, хазары, там, говорит, кормили, кормили для того, чтобы они становились очень жирными и чтобы в них ножи закалять. Ну, я не знаю, это миф или нет, но Задорнов рассказывал, он изучал эти вопросы. Но сегодня уже так бы не делали. Я имею в виду, это было бы уже преступно, по крайней мере. А тогда вроде бы это не было преступным. А может было, я не знаю. То есть по существу каждый век переписывают свою историю заново. И у нас так получается, что мы истории как таковой своей не знаем, но всё-таки какие-то человеческие, человеческие, именно гуманные, именно о том, что вот застав человека не любить и не сможешь, застав человека не творить и не сможешь, чтобы он не творил и не сможешь. То есть вот эти качества, именно позитивные, животворные, животворные качества человека, ну, в сравнении с его инстинктом выживания, есть ещё у него такое вот на более высоком уровне развитие, когда он уже выживает, как говорится, когда уже живёт, у него энергия мозга распределяется на созидание, когда он не в стрессе. Вот, допустим, когда он в стрессе, мозг весь энергию тратит на то, чтобы сохранить баланс внутренний, как-то выжить. А когда он занимается любимым делом, когда у него синхронизация между состоянием, мотивациями и деятельностью, то есть когда всё совпадает в едином русле, эмоции, мысли и движения согласованы на всех уровнях, тогда у него происходит созидание нового, раскрытие нового. Об этом хорошо сказал Чиксен Михаил, психолог такой. Самое интересное, что с методом Ключ сейчас можно его использовать, чтобы в этот поток входить. Это про оптимальное переживание, да? Да, да, да. Вы в курсе дела, оптимальное переживание. Ну, там у него очень выдающийся человек, я его очень люблю. Ну, он-то живёт в Нью-Йорке, в Венгрии, по-моему, по происхождению, в очень таком мудром возрасте. Ну, он всю жизнь изучал людей, 60 лет изучал людей, после вот Великой войны, изучал во всём мире, кто себя считает счастливым. И он, 60 лет изучая, пришёл к пониманию, что счастливыми себя считают 30% из тех, которые уже живут, а не выживают. А уже живут. И, значит, уже у них, совершенно не имея для них значения, какой у них будет доход ежемесячный. Вот. Вот у этих 30% среди живущих, а не выживающих, уже не имеет значения доход, какой будет, когда уже обеспечено жизненным минимум, потому что они себя считают счастливыми, и окажется, это те, которые любимым делом занимаются. То есть, это никак не связано, это, скорее всего, связано с бытийственностью, то есть, человека с бытием, в котором человек погружён, да, как он себя ощущает в этом мире, нежели с неким набором атрибутов, которые его окружают. Да, главное, чтобы он был уже в условиях выживаемости, то есть, не было страха за завтрашний день, потому что в таком случае тоже многие могут функционировать, созидать и так далее, вопреки обстоятельствам. Но счастливыми себя считать, вот именно те, которые, достаток у них уже минимально обеспечен, но при этом они имеют любимое дело, и когда он занимается любимым делом, будь то скульптор, пианист, композитор, там, писатель, не важно, может, он просто фехтовальщик, не важно, если у него есть любимое дело, то когда он им занимается, он входит в такое состояние, вот то, как вы сказали, это оптимальное переживание, он входит в такое состояние, композитор, например, говорит, музыка сама льется, мне остается только записывать нот. То есть, сама природа помогает, потому что он находится в таком резонансе, в такой глубокой сосредоточенности в любимом деле, в нелюбимом деле невозможно очень сильно сосредоточиться, все время вышибает, потому что сосредоточение требует напряжения, затрат энергии. если дело нелюбимое, будет вышибать, и все время человек переключается, отвлекается и так далее. А вот если оно любимое, то он может глубоко сосредоточиться. И вот когда он так сильно сосредоточивается, где-то есть порог, когда он переходит из обычного состояния в это состояние потока. И в этом потоке, ну, образно говоря, я представил себя как планер, который восходящий поток, планера, который без моторов спокойно летает в этой атмосфере, попадая в поток. И вот его несет этот поток. То есть по существу в резонанс, когда он входит, это очень интересное явление. А вот там Чехен Михаил говорит, что лет 10 надо, чтобы человек так мастерством в своем ремесле, в своем деле овладел, чтобы входя в поток, его не вышибало, потому что он забыл, как краски размешивать там или не знает, какую ноту нажимать. Но надо 10 лет иметь мастерство, чтобы не вышибало. А я научился с помощью метода ключ обучать других людей, чтобы не надо было 10 лет. То есть по существу можно быстро входить. Потому что две профессии попробовал, не пошло, и жизнь прошла, да? Ну да, да, да. А вам удалось это применить к методикам Михея, как это работает? Ну, например, я обучаю изобретателей, чтобы они могли получать озарение по заказу. Здорово. Да. Ну, мы как-нибудь можем встретимся еще раз, и я могу даже и показать, как это делается частично. Отлично. Потом я обучаю спортсменов, потом обучаю писателей, художников, людей разных. Вообще-то, оказывается, если так приглядеться, женщина, которая хозяйка идет в магазин и быстро должна смекнуть, что купить, как купить, как детей накормить, она же в позиции изобретателя находится. Конечно. Чистое творчество. Ну, конечно, но мы об этом редко задумываемся. А изобретатель, выдающийся изобретатель есть у меня знакомый, он говорит, я, говорит, могу решить любую задачу при одном условии. Я нахожу в себе состояние, что я решу эту задачу. То есть, я еще не знаю, как, но если я найду в себе состояние, что она будет решена, вот это есть уверенность, такая внутренняя уверенность, что я ее решу. И тогда ты открыт к решению. А пока ты сомневаешься, решишь ты или нет, подсознательный механизм блокирован. Чтобы его открыть, надо быть уверен. Поэтому в религии, например, по вере вашей да будет вам, а здесь по заказу, чтобы было озарение, ты работаешь над задачей, работаешь над задачей, и, например, например, я скажу, например, ложишься спать, ложишься спать, продолжаешь думать над этой задачей, вместе с этим начинаешь думать о том, какую пользу хочешь принести человечеству. То есть, если ты соединяешь такой альтруизм с той конкретной задачей, которую ты хочешь решить, то в какой-то момент, попадая между сном и бодрствованием, там надо дрейфовать между сном и бодрствованием, то есть в рациональном состоянии и рациональном состоянии, проходя через ноль. Ну, это целое... Это частоты. Да. И тогда вот в какой-то момент раз у тебя озарение происходит. то это методическая вещь и это надо немножко попрактиковать. Но ключевое здесь это войти в то состояние, то есть это психоэмоциональное, физическое состояние, да, когда вот уже как будто бы задача решена. Да, да, ощущение такое должно быть, да. И решение оптимальное приходит, приходит из новой сферы, так сказать, да, очень интересно. Да, 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 потому что там снимается страх, комплексы, стереотипы снимаются, шаблоны вот эти все и авторитеты. То есть, собственно говоря, все уходит и ты контактируешь с вечностью. Один на один моя личность становится с вечностью. Это очень интересно, да, минуя фильтры учительницы в школе, которая сказала не знать тебе английский. Да, да. Почему-то так она решила, а я возьми да и поверил, да, минуя все это. И запомнил. Здорово. Это другое состояние. Дело в том, что оно у нас всегда есть между сном и божественным. Чистое. То есть, чистое состояние, минуя, по сути, личность, да, а личность как наслоение всех настроек, всех установок, и в том числе блокирующих сценариев и так далее, да? Да, да, вы очень тонко понимаете все эти вещи. Очень интересно. Хосе Магомедович, такой вопрос. Вот откликаются очень ваши тезисы. Сегодня была беседа, может, и знакомый, Александр Усанин, такой общественный деятель, тоже мыслитель и работает над развитием человека во всех тоже комплексных направлениях. вот откликается та мысль, что основным движком современности и неким таким капиталом, который продвинет человечество вперед, это будет как раз вот этот коэффициент качества отношений между людьми, а не денег, наличия каких-то материальных ресурсов. То есть новизна человека и развитие человека как внутреннего человека, а не его проекции. в социальном мире. Как этого достигнуть? Как достигнуть того, чтобы такого порядка люди, во-первых, возрастали, возникали, ну а потом нужно ли, чтобы такие люди становились представителями власти, правительства? Грубо говоря, как нам через развитие отдельных индивидуальностей перейти к этому обществу созидания, любви, и развития. Это очень, конечно, мечта, наверное, всех наших зрителей, потому что именно такая аудитория подписана на ДНК. Потому что, простите, еще за длинный вопрос, потому что мы же видим, как этим идеям противостоят вполне упакованные то ли они люди, то ли они вообще не люди, хозяева транснациональных компаний, хозяева денег, которые навязывают свою волю через вполне спорную, мягко говоря, спорную вот эту всю методику, я даже не могу в Ютьюбе называть этот термин, потому что Ютьюб блокирует, вы догадались, да, о каких уколах идет речь? силы-то в общем-то какие-то неравны, потому что или равны, потому что инструменты можно использовать во благо, как это делаете вы, и во зло, как это делают они, а инструменты они и те же. Я думаю, что вопрос этот самый серьезный вопрос, но если не один из самых серьезных, то, короче говоря, об этом думают все думающие люди, и дело в том, что и Христос говорил, не хлебом единым жив человек, имея в виду, что духовное есть материальное, есть духовное, но и к сожалению так получается, поскольку у человека есть, кроме души есть еще и тело, а тело хочет есть, спать, кровать теплую, там и место занимает и прочее, поэтому не духом единым жив человек, не хлебом единым жив человек, но и не духом единым жив человек, то есть должен быть некий баланс. У меня я могу немножко пространно ответить на этот вопрос, потому что он очень сложный, у меня есть формула счастья, она до изумления проста, хорошо, когда человек занимается любимым делом, а ему за это еще и деньги платят. тут полный баланс между потребностями духовными и материальными. Вопрос заключается в том, может ли быть общество без денег, потому что это совершенно другая формация, но была попытка, социализм такой был у нас, тоже особо не продлился он довольно долго, как говорится, провалился, потому что перекос был в сторону социальной структуры, где роль личности была не видна. Коллектив решал все. Там даже книги писались таким образом, мы считаем, мы думаем, никто не писал, я считаю. То есть индивидуальность была стерта. И очень много надо было согласований на документах, чтобы принять какое-то решение, очень много нужно было подписей, почему это коллективная безответственность. То есть все прятали за другую подпись, типа все подписали, я подпишу там. Ну очень много было своих недостатков, ну ровно так же, как и плюсов своих. Очень много было плюсов, но также были недостатки, ну например, постоянное скрывание своих недостатков. Скрывание. Чтобы они там за бугром не увидели наши недостатки, потому что мы занимались все время догнать и перегнать. Поэтому мы все секретили. Ложные цели. Да, все секретили, недостатки, вместо того, чтобы их вскрывать и эти раски, так сказать, возможности как бы улучшать там все это, совершенствовать, мы их прятали. да, ну, короче говоря, не будем углубляться в это дело, и в капитализме есть плюсы, и также минусы, и в социализме есть плюсы и минусы. Мой приятель говорил, что будущее общество будет не капиталистическим, не социалистическим, а человеческим. но это вот как раз тот вопрос, о котором вы говорите. Как быть в человеческом обществе? Пока не представляю, потому что мы пока не представляем себе, и трудно представить, чем будут определяться отношения. Ну, должна же быть какая-то мера. Вот, например, раньше мера был камень такой здоровый, валун, и вот катили, вот, допустим, мы с вами обмениваемся чем-то, я за услугу, или что качу ваш дом, валун такой. По мере технического прогресса, развития цивилизации, валун превратился в рубль, потом рубль превратился в цифирику сейчас, поэтому цифровизация, безусловно, это атрибут, так сказать, компьютеризации, а сейчас вообще будет эра цифровизации, когда сама цифра оторвана от натуральности, которую она представляет, и появляется не экономика, а финансия, ну, короче, там что-то такое, я не разбираюсь в этих делах, просто я хочу сказать, что я сегодняшней реальности не представляю, потому что деньги, на самом деле, это универсальный язык внешней свободы, но за деньги любовь не купишь, например, дружбу, то есть есть вещи, которые ни за какие деньги не купить, а это именно человеческие, но человеческие, они как только тело начинает касаться, там уже начинает появляться стоимость какая-то, почему, потому что квадратный метр площади, на которой человек должен жить, уже стоит чего-то, душа бесконечна, улыбка Джоконда бесконечна, сколько людей на нее смотрят, столько получают этот импульс, никому от этого меньше не становится, а хлеб ты даешь, он делим, есть идеальные ценности неделимы, они бесконечные, в этом смысле неделимы, а хлеб делим, ты у кого-то больше, значит у кого-то меньше, вот это материальные и идеальные, это вот такая вечная проблема, поэтому пока не знаю, но мне кажется, что безусловно новое время, вот сегодняшнее, если вот эти люди, которые вы упомянули, вот эти вот, зарабатывают, хотят контролировать, я считаю так, люди, они делятся между собой на более развитых и менее развитых, в этом смысле по разным причинам, человек по своей природе хороший, хороший, он творец по своей природе, но бывает агрессивно негативное воспитание, родовые травмы, болезни всевозможные и так далее, и так далее, отсутствие каких-то возможностей для развития, бывает, что человек отстает в развитии. Неравные стартовые условия, это к сожалению так. Да, и вот здесь может появляться именно те, которые пытаются контролировать себя, пытаются совершенствоваться, это те позитивные и те, которые свои недостатки возводят в рамк достоинств. Они пытаются контролировать не себя, а других. И те, и другие, они хотят быть свободными. Но те свободны через власть над собой, а эти становятся свободными через власть над другими. Короче говоря, мне кажется, может я ошибаюсь, что проблема заключается именно в различном уровне развития людей. И получается, что безусловно выводить человечество на новые рубежи может идея всеобщего развития человека. Это как базовое. И тогда мы можем увидеть новое общество, более сбалансированное, более справедливое, более любящее получается. Новое отношение, человеческие отношения, да. Но так ирония судьбы и драма жизни в том, что все эти люди одновременно живут прямо здесь и сейчас в перемешку. Не отделены друг от друга, да, хотя, конечно, там социальное расслоение существует, по группам, по интересам люди объединяются, но тем не менее друг на друга влияют, а еще и пакостят или своей просто жизнью, например, там, менее развитые люди могут погубить более развитых, наверное, наверное, вряд ли наоборот, но так бывает, вот, может, я где-то крамольную вещь сказал, вот, что с этим делать, то есть, как это, сфокусироваться на себе самый простой выход, что ли? Вот я сейчас скажу, вот у нас школа Человек Большего Хомофутуруска, уже не один год, много лет мы этим занимаемся, там много разных людей, много разных стран, как я сказал, мы занимаемся созданием науки человечности, потому что основатели религии и иудаизма, и буддизма, и христианства, и ислама, они все, все говорят о любви к ближнему, они все говорят о том, что надо быть справедливым, надо быть ну, сопереживательным, созидательным, разными словами это говорят, они одно и то же говорят, но беда в том, что много тысяч лет уже прошло с тех пор, как религии были созданы, во-вторых, они никого сейчас, вот в нашем, мы видим сейчас по современности, они не спасли от войн, не спасли от войн, во-вторых, мы видим, что вылучивается основной смысл, дух идеи, религии создавались на основе подтверждения человеческих качеств, что человек творец, они превращаются постепенно в ритуал, превращаются в традицию, в обычай, и просто в слепую веру иногда превращаются, то есть дух идеи вылучивается, именно поэтому и поскольку научно-технический прогресс всегда обгоняет человеческое развитие, поэтому мы создаем в школе нашей человек-будущего Комофутурус науку человечности, то есть чтобы определить те понятия любовь, сопереживания, чувство бесценности живого, способность сотрудничества, способность созиданию, потребность созидания, чтобы определить это как понятие, а не многотолковательные какие-то эпитеты, метафоры и так далее, потому что именно много комментируемость, многотолковательность этих слов, она разъединяет людей, потому что один под любовью понимает одно, другой понимает другое, под любовью часто понимают эмоциональные отношения, ну например, как я могу любить ближнего, если мой ближний пьяница все время там сапогом стучит и маму свою колотит, как я могу его любить, а должен любить, у меня противоречие, на самом деле определить, что означает любовь к нижнему, ну когда спросили у Христа, например, он сказал, что значит любовь к ближнему, он привел притчу о самарянине, что там чужой веры человек, совершенно там конфликт произошел, побили кого-то, а он спас там и так далее, и кто говорит ближний, самарянин, а вот так вы любите каждого, а в иудаизме нет же, там же ближний кто у нас был, ближний свои были, а кто не свои, не ближний, вот нам надо же вот эти все толкования, а что происходит там в исламе, например, в плане кредитов в банках, например, где меньше всего стоит помощь, помощь, банк, допустим, дает человеку кредит, помощь, я не очень в этом разбираюсь, я могу и ошибаться, потому что я не экономист и не банкир, просто мне показалось, что из века в век религии совершенствуются именно на основе уменьшения цены помощи, то есть если у Моисея никому близким в рост не давай, а чужим в рост давай, потом, значит, Христос вообще уменьшил эту самую цену помощи, да, Магомед вообще уменьшил, там, по-моему, мне кто-то говорил, я спрашивал, что там в банке вообще кредит не дают, там они берут саккомпаньоны, что ли, но это надо изучать, надо изучать этот вопрос, но мне показалось, что не случайно религии постепенно совершенствуются, меняются, потому что если бы одна религия была отвечающая на все вопросы, так она всегда бы и была и стояла бы, за счет чего-то они потом сменяются, трансформация происходит какая-то, да, и мне показалось, они сменяются, что это цена помощи, которую вот кредитование, допустим, дал в долг, дал в долг, вернул, с какими процентами, вот там, где с меньшими процентами возвращают, где помощью пользуются как бы бескорыстно, вот те религии, видимо, и будут распространяться больше и сильнее, поэтому, мне кажется, ислам, не потому, что я дагестанец, аварийц, вырос на Кавказе, что по культуральным особенностям в исламе должен быть, не поэтому, а просто я смотрю, почему же ислам заполняет мир, и вот я подумал, может быть, поэтому. очень интересный вопрос для исследования. Хасан Магомедович, скажите, пожалуйста, вот очень интересно результаты вашей научной деятельности в школе, это прям звучит, ну, очень оптимистично, школа человек будущего, какие результаты в виде выпускники, как-то меняется их жизнь, как-то меняется их среда обитания, отношения, как, знаете, каждый учитель славится своими учениками, да, то есть есть какая-то, вы наблюдаете какую-то перемену в людях, которые проходят обучение в вашей школе? Вы знаете, у нас, во-первых, у нас вход свободный совершенно, это канал, значит, Ютуба Метод Ключ, Хаса Алифа, Хаса Алиф Метод Ключ, да, Ютуб канал, ну, кто хочет, может заходить. Мы обязательно ссылку размещаем, подписывайтесь на канал Хаса Алиф Магомедовича. Да, и там много теми, много теми, там помимо науки человечности, которую мы совместно создаем и развиваем, я хочу сказать сама задумка, вот это вот корреспондироваться из многих стран, в том числе, я сказал, из Украины, там из Чехословакии, там из Нью-Йорка, там из Бомбея, там много-много, из Италии, сама задумка совместно создавать, она утверждает в человеке человечность, то есть, очень многие люди начинают, они живут под влиянием окружающей среды, начинают тоже прогибаться некоторые, а тут вдруг появляется опять, да вы знаете, там какой-то в Казахстане бизнесмен сказал, миллиардер, он сказал, вы знаете, честным быть в бизнесе выгодно, мы его не знаем, но он такой весь сказал, но он, по-моему, в Украине, там, с вашим президентом имел отношения какие-то, я вот не помню его фамилию, Маргулан, по-моему, как-то, он сказал, честным, он был пастухом и стал миллиардером, он сказал, честным быть выгодно, мне это очень понравилось, потому что, на самом деле, у нас склоняют людей к тому, что у нас же бизнес, как таковой, молодой, после, значит, социализма начался, молодой, и у нас такое представление, что бизнес все-таки это связано с лукавством, с обманом. С обманом, да, провернуть, это Маргулан Сейсенбаев, да, 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 что все-таки бизнес связан с обманом, я не знаю, может быть, он во всем мире связан с обманом, я не знаю, но мне кажется, где-то есть культурный, очень много примеров созидательного предпринимательства, которые основаны на принципах доброчестности, это, безусловно, есть. Да, я слышал, что и до революции купцы были такие слова, сказал, выдержит, ну, есть где-то какие-то, вот, надо поинтересоваться, потому что каждый век переписывает свою историю заново, и поэтому надо понять, как это все, все это не очень просто, но главное то, что вот, отвечая на ваш вопрос, что происходит у нас в школе, у нас, кроме созидания науки человечности, я считаю, это будет новый международный язык, который, вопреки, значит, религии, вопреки, значит, географии, профессии, национальности, всех может объединять, как математика, или физкультура, потому что это не зависит от того, веришь ты, или не веришь ты, наука есть наука, четкие понятия, а вот сам процесс создания этой науки, как раз объединяет людей, то есть есть вокруг чего объединяться, но у нас в школе, кроме этого, у нас есть как раз таки метод для этого, у нас метод ключ, как раз таки для того, чтобы человек понял, что такое человечность, и вот я вам сейчас пример приведу, вот после этого, кстати, люди меняются, вот сейчас скажу, значит, если человек в стрессе находится в силе, он эгоист, он в этот момент, у него инстинкт, выживание, он сейчас не может там, не может отдавать, да, да, и вот тут такой момент, а у меня в Болгарии, я как-то рассказывал там на роликах у себя, тетенька одна была, она говорит, я пока кому-то шпильку не вставлю, такой у меня вредный характер, я, говорит, не успокоюсь, вот она так и сказала, на курсе мне, да, а вот сейчас, говорит, я, говорит, применила приемы, которые помогают снять стресс, я, говорит, вышла на состояние, я вас всех люблю, у нее стресс снизился, а вот по науке, я скажу, чем быстрее стресс снижается, когда человек сам это делает, да, стресс снижает, вот скорость снижения стресса вызывает в организме включение эндорфинов, вместо адреналина включается взрыв эндорфинов, и это создает эффект эйфории, и вот человек был в стрессе, это стресс, как мы говорим, инстинкт выживания, это бей, беги, значит, отцепеней, такие вот процессы происходят, а тут эйфория, это такая радость, любовь, почему люди, когда водку выпьют, хотят обниматься, значит, Виктора Некрасова, там писателя в свое время спросили, в книге «Взгляд и нечто», он спрашивает, почему люди обнимаются, и почему водку пьют, а ему говорят, понимаешь, Витя, душа требует, то есть, по существу, когда снимает стресс, а стресс возникает из-за внутреннего конфликта, и очень часто конфликт из-за того, что твои внутренние потребности, природные потребности, не согласованы с внешними потребностями к тебе, то есть, ты хочешь петь, ты хочешь там создавать, а тебе говорят, да ерунда, это все, коммуналка, да, 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 и вот тут возникает стресс, и вот тут человек ломается, и тут начинает выпивать, ведь по существу, он пьет, и для чего, чтобы снять напряжение, да, и у него есть доза, вот там 50 грамм для храбрости, например, и бутылка для разгрузки, обнуления, то есть, сидит ему все пофигу уже, ну, это вредно, а цена, цена потом огромная, здоровье, огромная, ну, вот эти 50 грамм, и вот эту бутылку для обнуления, перезагрузки, можно сделать с помощью ключа, без алкоголя, проверено, подтверждаю, так вот, если бы люди раньше ключ знали, виноделие бы не появилось, ну, сначала же появилось, что, виноделие, потом физкультура, спорт, да, потом там это йога, медитация, постепенно все к этому идет, потому что в организме человека, от природы все есть, вся аптека, и вот у нас метод ключ, сейчас я уже создал, и мы совместно с участниками нашей школы, совершенствуем, совершенствуем, творческие, у нас такие участники школы, великолепные есть там, свои приемы уже на базе ключа создают, мы совершенствуем, у нас есть сейчас ключевое дыхание, одна минута, волна у нас есть, это самые современные сейчас вот достижения, они в мире самые, таких не было раньше, и в мире, когда человеку предлагается, если у тебя стресс, например, ты переживаешь, там у тебя утрата какая-то, что-то не случилось, что ты ждал, вот такое плохое состояние, если раньше говорили, ты настройся, чтобы переключиться, думай о хорошем, но если можно было думать о хорошем, в чем проблема, он бы взял и думал бы. Оно же не думается. Да, оно не думается. А я говорю теперь так, а ты думай о чем думаешься, переживай, не прогоняй плохие мысли, но при этом, при этом, подключи колебательный процесс. Тело. И когда переживаешь на фоне колебаний, колебания принимают ту частоту, которая связана с уровнем напряжения, получается ровно так же, как модель, когда мама качает ребенка, подстраиваясь под ритм, крика, по сути его. Да, под уровень его напряжения, то чаще, то медленнее. И получается, когда человек переживает, о чем переживается, а не старается расслабиться. Вызывая еще больше напряжения, при этом. Да, да, да. И он выходит, это называется волна, и он выходит в состояние, когда ему все пофигу, и такое приятное состояние, тут эндорфины пошли, или у него слезы градом пошли. Или сон. Или сон, если он давно не сон. Вы все знаете, что я вам рассказываю. Это, во-первых, не все, во-вторых, хочется все-таки, чтобы зрители тоже познакомились с этой удивительной, доступной, бесплатной техникой, которая абсолютно у каждого в секунду под рукой. Да. И, а перед этим, можно ключевое дыхание. Ключевое дыхание, это дышишь, как дышится, но надо через нос, конечно, дышать, потому что, вообще-то, если человек научится, только через нос дышать, многие болезни сами уходят. Дышится, как дышишь, хоть стоя, хоть сидя, хоть ходя, как говорится, хоть дыша. Дышишь, как дышишься, и одну минуту буквально просто думаешь, о чем думается, и прислушиваешься, вдох теплее у тебя или выдох. Ну, определился, например, что вдох теплее или выдох теплее, у кого как. Да, одна минута как раз на это идет, и пока ты это делаешь, у тебя на шкале стресса у нас 10, это шторм, а 0, это тиши благодати, 10 делений, было, допустим, 10 там или 9, одну минуту прислушиваешься, думай, о чем думается, не надо там, как техники дыхания, там за 3 секунды, 2 секунды, не надо, думаешь, как думается, делаешь, как делается, только прислушиваешься к теплу. пойми, вдох у тебя теплее или выдох, да, и пока ты прислушиваешься, у тебя если 10 даже было, бывает там до 4 снижается, за минуту, и не надо никаких усилий над собой, секунды считать, сколько вдохов считать, ничего не надо, потому что охота за теплом, поиск тепла, это поиск комфорта, а комфорт это расслабление, а расслабление это успокоение, короче, одно у тебя не другое. Если попытаться разъяснить саму суть техники, всех ее упражнений, подвидов, все сводится к тому, что балансируется, синхронизируется эмоциональное состояние, телесная динамика, психика, да, входит как бы в гармонию, и человек по сути, ну по сути, входит в некое состояние такого транса, что ли, да, ну не в прямом смысле, наверное, а где-то вот в, ну синхронистичность, наверное, вот это самое подходящее. Состояние внутренней свободы, Состояние внутренней свободы, это согласование психических, физиологических процессов, это ощущение у всех практически, ощущение легче стало, вот такое, они так говорят, легче стало, отпустило, вот такими, как это сказать, параметрами эмоциональными, отпустило, легче стало, свободнее стало. Интересно, в чем научность этого подхода, в том, что результат, он повторяемый, от человека к человеку, независимо, вообще нет, нет чего, нет его деятельности, нет просто, от веры независимых, да, да, ни от культуры, нет ничего, просто нет сферы, да, и это прям интересно очень. Хосе Магомедзеевич, и левитационный прием. Левитационный, это диагностический, по сути, да, ну он показывает уровень стресса, да? Да, и вместе с этим одновременно снимает стресс. Самое главное здесь, что интересно, сам метод ключ, вот последние годы, это подбор приемов, который синхронен твоему текущему состоянию, данный момент времени, когда ты это делаешь, например, так вот не идут руки, как по желанию, захотел, чтобы руки пошли, не идут, опусти чуть ниже, раз и пошли, потому что здесь нету конкуренции с напряжением плеча, то есть вот подбор приемов, которые включаются, сам процесс подбора этих приемов, оказалось, что это не менее важно, чем сам прием, потому что сам процесс подбора, например, там есть шалтай-болтай, там, или плавательные движения, или лыжник, там, или наконец скакать, или там на лодке плавать, моделировать, да, вот по минуте, сам перебор этих приемов для подбора, что вам подходит, он опять... Текущему состоянию, да? Да, текущему состоянию, момента этого производства, момент производства, сам процесс подбора приемов, индивидуальный подбор, оказывается, развивает личность, то есть развивает креативность пошления, сам процесс подбора, и поэтому потом, оказывается все другие вопросы, ты решаешь легче. Вот, вот это вот очень интересно, Хасам Агаппиевич, я вам так скажу, с вашей техникой меня познакомили, ну, лет 10 назад, и это было так очень необходимо, прикладно, так, чтобы стрессы, ну, там, я занимался журналистскими расследованиями, очень стрессовая работа, там, всякие засады, слежки за всякими там коррупционерами, и нужно было, что, знаете, таблеточку такую, быструю, пластырь, как пластырь, это сработало, и скажу, отложил на много лет. Потом, когда я вернулся к вашей деятельности, я заметил, что, вот, раньше акцент был в вашей деятельности, все-таки, на антистрессовой подготовке, в опасных профессиях, а сейчас удивительным для меня образом, что эта техника стала применяться не в опасных профессиях, а для раскрытия творческого потенциала, заложенного в человеке. Вот как это интересно мигрировало и трансформировалось, вы тоже заметили этот переход, или он как-то плавно у вас произошел, в применении этой техники, что уже не против опасных, а для развития. В начале он у меня давно был, в Туне так предполагался, но никогда раньше я так не заявлял, даже сам для себя, что я всегда думал, что это для саморегуляции, но я не понимал, что в этой саморегуляции как раз лежит раскрытие Творца. Я мало об этом понимал, я стал об этом понимать все больше и больше, потому что именно с развитием сегодня науки психологии, что сегодня наконец все стали понимать, что такое психология. Раньше же у нас, когда я начинал гипноз был, я аутотреник. У нас был в СССР гипноз, я аутотреник. Больше ничего от психологии не было. И причем утверждалось, что гипноз это, что аутотреник это не гипноз, утверждалось. На самом деле состояние там одно и то же, просто в гипнозе может быть самогипноз, и кто-то управляет человеком. Ну то же самое аутотреник, только формы разные. Я просто хочу сказать, что в связи с развитием понимания психологии, психологических наук и на стыке этих наук, науки синергетики, психопедагогики, психолингвистики, нейрокибернетики и так далее, на фоне понимания всего этого, постепенно у меня появилось понимание, что на самом деле-то снять стресс, стресс это, ну это ничего, потому что стресс снять можно, извините, и водки напившись. То это неинтересно. А вот другое дело, когда человек сам у себя снимает стресс осознанно, осознанно, поиском тех действий, осмысляя, что же ему помогает снимать стресс, у него вырабатываются навыки, что он потом может в следующие разы стресс снимать быстрее, и при этом раскрываются творческие качества, соединять переживания с мечтаниями, но это надо занятия провести. Здорово. Да, занятия провести, чтобы показать... Вот я сразу спрошу наших зрителей, друзья, прямо сейчас у вас есть уникальная возможность в комментариях попросить Хасая Магомедовича вот прямо на нашем канале провести одну, какую-то короткую практику в следующий раз, и надеюсь, вы не откажете. Я лично не откажу, я всегда с удовольствием. Здорово. Моя миссия сократить кризисы и войны на планете. Класс. Как это звучит? Я считаю, что это миссия любого нормального человека. И она осуществима. Да. Если мы все вместе, как говорится, возьмём всё за руки, друзья. Класс. Сократить кризисы и войны. Друзья, это реально всё в наших силах, всё нам под силу. Особенно в синергии. Особенно когда вот... Вот если... Вот удивительная же штука. Смотрите, да, инструмент. Казалось бы, интернет или супербыстрый интернет. У одного в руках это оружие, у другого созидающая сила. Вот мы же можем это оружие 5G, там всё, что как бы чем бы нас не пугали, обратить в созидание, обратить в развитие. И вот ещё и, так сказать, гляди, там, посмотри, чья возьмёт, да? Человечности или демонизма. Я думаю, что никак ещё итог не предопределён. Всё зависит от нас, правда? Тут есть ещё одна вот такая интересная особенность. Дело в том, что я всегда мечтаю, чтобы молодёжь к этому подключалась. Потому что у них такие шансы на будущее. Такие шансы. А у меня почему-то всё время получается, что ко мне в школу больше приходят люди уже, так сказать, мудрого возраста, уже с болячками. С паниками, там, с радикулитами, с гипертониями, там, в больницах лежащие и так далее. И вот школа «Человек будущего» у меня частью превращается именно в реабилитационную. Ну, дело в том, что это потому, что у нас раньше не было в культуре. Раньше не было в культуре, и на школе не учили подбирать приёмы для саморегуляции. На школе учили подражать. Говорили, физкультура, например, должна быть тоже индивидуальная. А при этом говорили, делай, как я. Или делай, как он. Ну, то есть, по существу, никогда нас не учили подбору действий, творческому подходу к предметам. Нас учили. У нас проблема школы была такая, что оперировать большими объёмами информации, не вникая в смысл проблемы. Мы могли очень много всего знать, но саму суть не понимать. и поэтому получалось, это, наверное, странно немножко, то, что я говорю, но я обратил на это внимание, что когда мы человека спрашиваем, например, а что такое, например, понимать? И вот он думает, а что такое понимать? И не может определить, что такое понимать. потому что мы привыкли оперировать уже готовыми шаблонами. И школа, у неё основное правило, повторение, мать, учение. А не мышление. Не мышление, да. И вот поэтому у нас и получилось, что когда сказали всем встать и сделать так, все встали и сделали так. Ничего об этом не зная, не разбираясь в сути, не понимая, что это, к чему это ведёт, какой состав, какие последствия. Ну, мне сказали, или там, ну, у меня работа. А то, что расплатиться приходится здоровьем или жизнью. Да. Ну что, друзья, безусловно, что... Я извиняюсь, да, конечно. Извиняюсь, я хочу сказать про иммунитет. Да, обязательно. Мы ни за, ни против. Мы ни за, ни против. Мы сейчас, лично я, ни за, ни против. У каждого свой выбор. Но метод саморегуляции повышает иммунитет. Вот. Это то, что сто процентов безопасно, полезно, бесплатно. И самый, вот такой, знаете, такой маркер, когда вот кто-то что-то пытается мне предложить, там, либо навязать, ну, навязывания уже нет, любви. Вот это вот самый главный маркер. Кто-то что-то, во что-то меня вовлекает. Есть ли в этом любовь? Или в этом есть принуждение какое-то? Так вот, друзья, испытав практику Хасая Алиева, ключ на себе, я заметил, что вот в ней много любви. И потому, что она ни к чему не принуждает, она индивидуальна, она, это я интригую специально, чтобы вы сами перешли на канал Хасая Магомедовича, и там во всех подробностях техника и описана, и предложена, и методы. Здесь скорее как цель познакомить вас с этим удивительным человеком, друзья, поэтому ставим три точки. Благодарю вам за эту чудесную беседу, по-настоящему встреча это чудо, знаете, вот так. Я сегодня был сопричастен к этому маленькому чуду, спасибо вам за то, что вы согласились с нами выйти на связь. Друзья, Хосей Магомедович Алиев, переходите на его канал, смотрите, изучайте, и вот миссия сократить кризисы и войны на планете я себе прям выписал. И творческое долголетие. Творческое долголетие, да, и давайте вместе искать... Я по заказу, чтобы люди научились изобретать, лучше изобретать, создавать. Экологично, в психологическом понимании этого слова, да, вот, и, да, без формирования, без моделирования, без поиска этого хомофутурус, да, человека будущего, ну, нечего тогда, собственно говоря, туда и смотреть, нужно это всё моделировать, подключайтесь к этой замечательной работе. А я очень благодарен и хочу сказать, я сегодня приобрёл друга. Я вовсе не знал, что мы прямо на одной волне обнимаю. Обнимаю. Хосай Магомедович, рад знакомству, спасибо, друзья, спасибо, что вы с нами и ДНК, мы тоже вас, я думаю, всех обнимаем в одной волне. Мы в поток такой сегодня, да, правда, вошли, в общем-то. Надеемся, в новом году у нас получится лучше, чем когда-либо. Да, лучше, чем когда-либо. Всё, с благодарностью вас отпускаю. Спасибо вам. Спасибо вам, да, спасибо. С Богом. С Богомедович,